К теме, которую мы затронули частично, что независимость для украинцев стала практически абсолютной ценностью. Это, на мой взгляд, неплохо. Вот послушаем, что об этом сказала Ирина Бекешкина, авторитетный социолог, директор фонда Демократической инициативы. Мы время от времени ставим вопрос, что было бы, если бы референдум о независимости Украины проходил сегодня, так как бы вы проголосовали. И надо сказать, что по данным этого года показатель самый высокий. Счет был бы 89% на 11% среди тех, кто определился и собирается идти на референдум. После независимости было очень много разочарования. Если же посмотреть на опрос 2006 года, тогда 70% проголосовали бы за, а 30% против. В 2016 году уже лучше, 87%. И сейчас люди после всех трудностей и вызовов все же считают, что независимость – это ценность, причем абсолютная ценность. Поэтому я думаю, что это результаты выстраданные. И результат, который люди уже не отдадут. Ну вообще эти камни можно в граните, камни в граните, эти слова можно в камни высекать. Потому что на самом деле, вот что, фантастические цифры, на самом деле, учитывая разность, ну разные люди, кто имеет там паспорт Украины, совершенно разные убеждения. И вдруг такой практически единственный с исключением, там, каких-то там десяток процентов. Да почему? Война? Что? Да, спасибо Путину. Он помог, ну условно, не только он, но, собственно, война консолидировала общество. Да, они отобрали Крым. Если бы Крым и Донбасс был у нас и голосовал бы, то мы, может быть, видели чуть-чуть другие результаты. Правильно? И у нас и тогда на референдуме хуже всего результат был в Крыму и в Луганской области. Но не совсем другие все равно. Нет, конечно же, конечно же. Вот. Но, тем не менее, скажем, что делает нацию? Общая история. Если у нас была история общая, опять же, не у всех народов. Да, вот у крымско-татарского с русским была очень маленькая и очень непривлекательная история, да? Ну, в 1783 года, да, вот, кто-то считает, непривлекательная история. У украинцев была разная история, в том числе, ну, там были, ну, общая историческая судьба на каком-то отрезке была. Не очень понятная, не очень интересная, да, да. Вот. И Конотоп, и Голодомор это как бы показывает. Но сейчас мы получили, как говорят многие, там, независимость упала на голову, но в 2014 году, да, мы заплатили. Мы, наконец-то, заплатили за то, что получили бесплатно, но теперь заплатили, заплатили кровью, заплатили такую цену, что это уже имеет ценность. И для тех, как вот в сумах у меня на аллее героев, ну, там, вообще много-много десятков людей уже, и несколько моих личных друзей, это мой счет уже Путин. И тут уже никакого пафоса нет, а тут есть вот эта спайка. Эта война, хорошо или плохо, ну, она цементировала нацию. Скажи, пожалуйста, Виктор, назад под Россию украинцев уже не отмотать? Ну, нет. Потому что это уже было ясно даже после первого Майдана, что Путин потерял Украину, хотя и в 2001-2002 году Путин был самым популярным политиком в Украине. И, скажем так, эти же люди сейчас его клянут, которые считали, вот нам бы такого. Тогда не Зеленский бы выиграл, а Путин приехал в Украину, в 2001-2002 году он бы выиграл. Но случилось то, что случилось. Русский мир с нами расстался. Украина никогда, ну, потому что силой удержать 40-миллионную страну невозможно. Ну, в этом мире. А переиграть уже в русский мир не переиграется. Хотя попытки будут делать лояльными. И эти попытки, вот именно, вот именно, вот то, что плохое я увидел на... Потому что важно, кто выступает, кто поет гимн. Тот, кто был в Крыму и в России, не имеет права на праздники петь гимн. Для меня это важно. Потому что это стандарт. Это еще раз. Нация, которая много потеряла, должна определить маркеры. И одним из маркеров должно быть. Ездил в Россию выступать и в Крым, ты не наш. Ты не считаешь, что Крым это Украина, ты не наш. Маркеры определяют это как флажки. Вот принцип у человека... Вот я обставил себя флажками для того, чтобы потом не думать. Ну, я уже раз много думал, потом раз решил и все. Поставил маркер-флажок, да? Там жизненные принципы или идеологические. Там я, например, я не бью женщин. Я раз и навсегда это решил для себя. Я теперь там... Да не выпросите, не ударю все равно, правильно? Точно так же маркеры должны быть и у нации. Их не должно быть много. Но вот это, это четкий цивилизационный маркер. Крым украинский. И он может стать или отдельной областью, или крымско-татарской автономией в составе Украины. Вот. Но не русский. Для нас это критично важно. Крымско-татарская автономия. Да. А вы поддержите эту идею? Я ярый сторонник этой идеи. Ну, кстати говоря, администрация президента, представители говорили в этой студии, что это важнейший вопрос, который нужно решить. И что он даст толчок для освобождения Крыма. По крайней мере, определить стратегию спасения земли коренного народа Украины, крымских татар. Так точно. Вы согласны? Да, абсолютно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.